Телеканал КРТ представляет. Когда-то она танцевала в парижской балетной труппе, мечтала о звездной карьере, но оставила ее на самом взлете, круто изменив свой жизненный маршрут. Еще не зная, что ждет ее на этом пути, она понимала, что уже никогда с него не свернет. Он даже не мог представить, что его избранница станет девушкой из богемы, решившая сменить театральные подмостки на деревенскую избу, от служения искусству на служение Господу. Что она примет на свои хрупкие плечи все радости и тяготы семейной жизни и подарит ему восьмерых детей. Что же заставило этих совершенно разных людей объединить свои судьбы? И на чем, кроме детей, вот уже почти четверть века держится их семейный союз? В эксклюзивном интервью самой известной православной семьи Украины Николая и Виктории Могильных. Однажды ехал в троллейбусе, и один батюшка замечательный спросил, говорит, слушай, ты жениться? Я говорю, да нет, я вообще в монастырь хочу. Но мой духовник, когда я поднял вопрос ухода в монастырь, он сказал, ты знаешь, в тебе много гордости, тебе лучше жениться. Жена поможет, обтешит тебя, приведет, так сказать... Смирит. Да, смирит, да, приведет тебя в чувства. Ну, думаю, откуда я знаю? День-два ходил, думал, как оно, что это, что это должно быть? В общем, абсолютно никакого представления нет в голове. И я стал читать о кафе святителя Николая 40 дней. И вот параллельно то же самое произошло с Викторией. Мы не знали еще друг друга. Мы не знали. Но мне тоже уже сказал духовник, которого отца Николая, мой духовник, которого отец Николай встретил в троллейбусе, что говорит, я тебя познакомлю с семинаристом, я думаю, что вы уже повенчаны на небесах. И я, конечно, испытывала такое чувство тревожности, потому что сама ситуация очень какая-то нестандартная. Я просто стала читать о кафе святителя Николая, что, Господи, молитвами Николая Угодника управят так, что если это моя судьба, чтобы это был человек, с которым я могла бы спасти душу. Мы встретились с матушкой Викторией у стен Национального театра оперы и балета имени Шевченко, где когда-то начиналась творческая жизнь одной из самых перспективных выпускниц Киевского хореографического училища. А окончив его с красным дипломом, она была приглашена на работу в парижскую труппу «Молодой балет Франции». Полтора года жила и работала в Париже, но все это время очень тосковала по родному дому. Душа успокаивалась только в те минуты, когда в паузе между репетициями она заходила в православную церковь на Рю-Дарю в Париже. Там ее однажды и посетила мысль о прощании с балетом и возвращении домой. Я когда появляюсь там с детьми и с мужем в опере, я ощущаю легкий холодок внутри такого страха. Это, видимо, из прошлого еще. Но при этом очень радостно наблюдать красоту этого искусства не изнутри, а издалека. Поэтому мы бываем здесь и до сих пор дружим с моими одноклассниками. Они уже заслужены артисты балета. Мне радостно, что есть такая возможность показать и за кулисами немножко детям спектакль. Они видят пот, капающий вблизи, костюмы. Поэтому любим бывать здесь. Мадушка, а был, получается, выбор у вас между карьерой балериной и семьей? Почему выбрали семью? Почему такая жертва? Мне иногда задают этот вопрос. Жалею я, была ли жертва. Нет, вы знаете, насколько Господь тогда дал вообще? Ни одного сомнения в сердце не было, что я делаю все правильно. Поэтому это точно не мое было. Ни разу я за жизнь не оглянулась, не пожалела. Может быть, это звучит как-то неправдоподобно. Но я благодарна Богу, что Он действительно мне очень дал много увидеть, испытать в 16 лет, чтобы потом у меня было с чем сравнивать. И вот эта тишина, когда ты переступаешь порог храма, где не нужны маски, не нужен грим, не нужно никого из себя изображать. Вот здесь настоящая жизнь я почувствовала. Поэтому выбора между семьей не было. И у меня тогда, я еще не встретила отца Николая, и даже в планах этого не было. Я просто уходила, бросала балет, потому что, получив диплом, получила распределение вот в эти стены. И с сентября нужно было уже выходить на работу. Снимаю трубку, звонит отец Николай, матушкин духовник, мой приятель. Алло. О, ну как ты? Да ничего, батюшка, бласыте. А это самое. Так, сегодня в 6 часов я тебя знакомлю с твоей женой. Вы уже повенчаны на небесах, и все остальное, как бы, ну, странная ситуация, как бы, обычно. Я там знакомился раньше, а тут меня знакомят, как-то, ну, дурацкая, да, непривычная. Отец Николай, как и его супруга, пришел к вере промыслам Божьим. В прошлом у него советское пионерское детство в семье Порторга, армейская служба. Но родительский дом, вспоминает отец Николай, всегда был согрет любовью и добром, которыми его обитатели щедро делились с людьми. Воцерковился он вслед за братом, который сегодня служит послушником в монастыре. Демобилизовавшись, с неофитским запалом забросил все мирские планы и пошел работать в Киево-Печерскую лавру. Там ему постепенно открылся мир веры, он закончил духовную семинарию и был рукоположен. Сегодня протеерей Николая Могильного знают как настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Котсюбинское под Киевом и популярного ведущего молодежки в Свято-Тройском Ионинском монастыре. Надо сказать, что именно в Киеве с благословения патриарха Кирилла впервые начали проводиться такие встречи священнослужителей с молодежью. И протеерей Николай Могильный был одним из тех, кто стоял у их истоков. Мне очень нравится атмосфера, потому что ты каждый раз приходишь и очень много мыслей важных. Вот в сцене Николая нравится непосредственность, нравится лёгкость, нравятся шутки, нравится то, как он преподносит информацию, независимо от её степени сложности. Я слышал об этой молодежке, но не знал, где она, что. Я просто забил в гугле молодежка, где собирается православная и так далее. Я пришёл сюда и был приятно удивлён количеством людей и, ну, то, как здесь всё организуют. Несколько лет назад супруги решили построить реабилитационный центр для алко- и наркозависимых людей. Приобрели участок земли в 80 километрах от Киева и с Божьей помощью начали строительство. Строить пришлось с нуля, но им не привыкать поднимать целину, руководствуясь одним из основных своих житейских постулатов. Главное – возводить храмы в душах людских, остальное Господь управит. Да, слава Богу, милостью Божией и усердием наших благодетелей и ребят-тружников. Мы буквально за год залим фундамент, вот сейчас возведены стены, и мы находимся на этапе кровельных работ. Буквально к концу недели уже завершаются кровельные работы, затем делаем фасад, утепление, штукатурку фасада, ну, потихонечку будем переходить уже к внутренним работам. Мечтаем, что, ну, где-нибудь, наверное, уже к первым снегам, а может и раньше, будем вести регулярные богослужения в нашем храме. Но то, что нас скрепило изначально, это общий взгляд, общее мировоззрение благодаря православию на брак, на отношения. Но в любом случае, вот многие девушки сегодня, я думаю, что и юноши говорят о том, что я хочу найти себе верующего православного мужа. И думают, что вот если человек верующий православный, значит, у него априори не будет никаких недостатков, и вообще жизнь будет в удовольствие будет протекать. На самом деле, люди могут даже Евангелие читать по-разному, разные акценты находить. И я знаю, в окружении нас такие браки, где евангельские цитаты становятся просто колючей проволокой, или тем же кнутом. Поэтому всегда говорю, что главное, чтобы человек был хороший, чтобы у него понятия добра и зла, белого и черного, были правильные. Они не планировали многодетную семью, принимая рождение каждого ребенка как дар Божий. Бог даст детей, даст и на детей. Истинный смысл этой расхожей фразы отец Николай и матушка Виктория познали на собственном опыте. В их семейной жизни были разные времена, но даже когда они ютили с малышами в съемной квартире, чувствовали себя счастливыми. И постепенно промыслом Божьим стало появляться все необходимое и жилье, и личный транспорт, пожертвования добрых друзей и дом в деревне. Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Мы плодились и размножались. Наверное, когда уже восьмому ребенку было пять лет, и мы куда-то поехали на море, мы так повернулись в машине, а сзади сидят восемь человек. И мы только в тот момент поняли, что это наши дети, и они взрослые, и помнится ничего, никакие опасности, трудности, помнится, понятно, что только хорошая память человеческая так устроена. И мы просто думаем, как? Что это было? Безответственность. Но я думаю, что это не то, что безответственность, а такая и не юношеский максимализм. Знаете, доверие Богу. Вера, ведь ее нельзя прочитать в книжке, потрогать, или пообщаться с ангелом с неба, чтобы вы точно сказали, что Бог есть. Ты это чувствуешь. Ты знаешь точно каждый день в самых незначительных мелочах, что Бог есть. И от этой уверенности наполняется смыслом вся твоя жизнь. И ты понимаешь, что Господь послал ребенка, значит, все будет хорошо. Господи, ты знаешь, а если будет что-то нехорошо, значит, мне так надо, значит, это для чего-то нужно. Потому что брак, это же, мы сейчас хотим, вот знаете, у нас такой век эгоцентризма, и мы из комфорта сделали своего идола. Мы хотим только получать удовольствие от жизни. А если смотреть на брак, несмотря на то, что блаженный Августин сказал о том, что это остатки рая на земле, но это все-таки инструмент спасения человека. А нельзя спасаться, лежа на диване, там, не знаю, попивая певсиколу. Все равно спасение, это всегда трудно, да, это узкий путь и нуженицы. восхищают Царство Небесное. Поэтому, вот я думаю, что у меня лично было какое-то доверие. Просто, когда один ребенок или двое деток, их тяжелее воспитывать. Интересно. Абсолютно тяжелее. У нас, мы просто умиляемся, смотрим, у нас взрослые дети, им классно умеет, вот у них реальная банда. Когда-то, отец Андрей Ткачев говорил, что один ребенок, это эгоизм, двое детей в семье, это антагонизм, а трое, это уже банда. Малочка, вот смотрю, как вы управляете такой большой машиной, и чувствуется такая уверенная рука, как капитана корабля. Вы в семье, на жизни тоже таким капитаном являетесь? Не думаю. Потому что, если бы не Господь, то какие из нас капитаны? А все-таки капитан, как в семье, то есть, больше вы, как или больше отец Николай? Ну, если мы говорим об иерархии, то, конечно, отец Николай. Не только потому, что он священник, и потому, что по его складу характера, он такой, лидер. Я тоже лидер, поэтому нам приходилось выяснять, кто же главнее на этом небосклоне. Есть у матушки Виктории и отца Николая совместный миссионерский проект. Вот уже несколько лет они ведут уникальные церковные курсы по подготовке к семейной жизни. Цикл просветительских бесед «Вместе навсегда». Мы чуть не развелись, пока придумали это название, потому что я считала, что это слишком... Не мы развелись, я придумала, а ты боролась все время. Да. Но на самом деле, потом я все-таки поняла, что имеет отец Николай, потому что, если брать интервью, например, у молодоженов на ступенях в ЗАГСе, сколько лет вы планируете провести с этим человеком, которого вы сегодня обещали, там, и в горе, и в радости. Год, два, десять. Понятно, что мы все настраиваемся на навсегда. А как быть вместе навсегда, это никто нигде нам не учит. Есть такое понятие, как любовь. Что это такое любовь? Вот. Есть некие моменты, когда вот я тебя сейчас залюблю и сделаю счастливым. Или счастливым. Причиню добро. Да, причиню тебе добро. Вот. Просто любовь подразумевает счастье любимого человека, а не твое счастье. Я очень люблю, очень люблю тишину, очень люблю природу. С детства на природе мы выросли так, у меня родители, как только сходил снег, мы уже жили в палатках. На Днепре-Царе лагеря ставили, объездили все. Белоруссию, грибы, ягоды, березовый сок. Я очень люблю природу. И после, так сказать, наших послушаний церковных, они в основном публичные, просто хочется побыть одному в тишине. Я вот иногда еду, чувствую, что у меня вот просто вот дикое желание. Иногда даже останавливаюсь, там, в лесу, у меня в машине всегда каремат, разложил, лег, часик поспал, или там, в лесу остаюсь ночевать. Тихая охота и рыбалка в арсенале его главных увлечений. Хотя, есть и более экстремальные. Отец Николай заядлый мотоциклист, а в прошлом спортсмен-подводник. Лес в этих краях непростой, говорит отец Николай. Ясногородский район место кровопролитных боев за Киев. Поиску останков бойцов и следы войны батюшка тоже уделяет время. Об этом его увлечении мало кто знает. Матушка Виктория редко составляет ему компанию в прогулках по лесу. Как человек, родившийся в солнечной Грузии, она предпочитает лесным пейзажам, море и солнце. Но семейных конфликтов на почве досуга у пары не возникает. Брак – это союз любви, а не принудиловки и не свободы, говорят супруги. В Евангелии столько ответов, они так элементарны. Кто любит меня, заповеди мои соблюди. Но зачем еще что-то мудрствовое? Носите тяготы друг друга. Ведь апостол Павел не сказал, до какой поры, где именно носить, а где заканчивается мое личное пространство, а где… Нет, носите тяготы. То есть вот, ну, Господь же показал нам пример. Он себя, ну, вообще за церковь распял. Поэтому, если не ожидать от брака чего-то вот такого, что будет приносить мне только удовольствие, а настраивается на то, что да, я буду трудиться. В браке очень много радости и счастья, если супруги заботятся о взаимоотношениях любви. Если мы будем подходить исключительно, так сказать, рационально к этому, вот ты мне должен то, я тебе должна, вот Виктория об этом говорила. Если брак не наполнен любовью, а что такое любить? Это жить ради добра и благо своего ближнего. Такое было действие. Мужа и жены. Бездействие. Вот это главное. Через несколько лет супруги могильные отметят серебряный юбилей, но глядя на них, не покидает ощущение, что у этой пары все еще продолжается медовый месяц. Их рецепт семейного счастья одновременно и сложен, и прост. Люби другого, как самого себя, и принимай все, что посылает тебе Господь, как высшее благо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok